В пятницу в выставочном зале Музея изобразительных искусств открылась новая выставка. На ней представлены работы одесского художника Василия Теличко. Лучшие воспоминания. Под таким названием открылась в пятницу в выставочном зале Музея изобразительных искусств персональная выставка одесского художника Василия Теличко. К сожалению, автор картин не дожил до этого момента. Работы художника представляла его дочь Валерия. На открытие экспозиции приехали родные и друзья Василия Теличко, учащиеся Одесского художественного училища, в котором когда-то учился сам мастер. Гармоничным дополнением к картинам стал музыкальный номер в исполнении преподавателей Ильичевской детской школы искусств. Идея организовать эту выставку возникла еще два года назад, когда Василий Теличко со своими друзьями-художниками приезжал в Ильичевск в Музей изобразительных искусств. Это была зима, немножечко слякоть, но вместе с тем, когда он приехал именно со своими друзьями, художниками, одесскими художниками, с Григорием Вовком, а также с Николаем Ворохтой, получилась очень душевная встреча. Мы действительно разговаривали на многие темы и подумали о том, что было бы хорошо, именно Василий Теличко решил, что было бы замечательно в нашем музее, в выставочном зале организовать выставку, экспозицию его картин. В экспозицию вошли картины из коллекции его дочери Валерии. По ее словам, это первая персональная выставка отца. Он очень серьезно к ней готовился и с нетерпением ждал ее открытия. Когда Василия Теличко не стала, дочь решила довести до конца начатое. В воспоминаниях тех, кто его знал, художник остался светлым, отзывчивым человеком. Он был очень добрый, светлый и отзывчивый человек, искренний. Никогда не слышала, чтобы он о ком-то мог плохо что-то сказать. И как много разных художников разного характера и разной техники, их картины он ценил все. Хоть это не его вкус, не его стиль. У него другой стиль. Я не встречалась среди других такого стиля. Он за всех стоял, как за своих, все художники. Помогал многим выставляться, развешивал, участвовал в выставках. Он был душевным человеком, он добрым был человеком и очень скромным человеком. Практически это его первая персональная выставка. И вы знаете, он одесский художник, член Союза художников Украины. Может быть, тоже, как сегодня выступил художник, сказал, что почему-то Союз художников Одессы не принимал его работы. То есть он не стал членом. Но когда он повез свои работы в Киев, его работы оценили и приняли. То есть вот эта вот скромность, возможно, даже ему где-то мешала в его карьере, скажем так. Но, во всяком случае, его работы достойно оценены сейчас. Василий Теличко был очень духовным человеком. В своем творчестве он передавал красоту и многообразие окружающего мира. Среди работ художника много пейзажей, натюрмортов, есть портреты. Многие картины передают воздушность этих пейзажей. Краски очень живо играют. Это заслуживает уважения человека, который рисовал. Не каждому дано так погрузиться в игру цветов и света. Выставка очень яркая, очень такая насыщенная. Я даже заплакала. Еще такое музыкальное сопровождение было очень здорово. Это вообще здорово, что дочь сохранила память об отце. Но главное теперь эту память сохранить и достойно, чтобы отца ее не забывали. Это вообще очень важно. Своебразный художник, своеобразная манера письма, своеобразная гамма цвета, такая таинственная, не кричащая, успокаивающая. Что для зрителя нужно. И потом чувствуется душа, что немаловажно. А может быть это самое главное у художника. Познакомиться с работами одесского художника Василия Теличко можно в выставочном зале Музея изобразительных искусств по адресу улица Ленина, 30. Продолжение следует...